Приветствую всех любителей турбореактивной тяги. После финишного запуска вот этого самодельного моего мини ТРД, многие из вас подумали, что турбореактивная тяга заканчивается на канале. Но это, дорогие друзья, совершенно не так, как вы подумали. На самом деле всё только начинается. Вот в этом видеоролике мы поднимем этот вопрос и подумаем, что с этим всем делать и куда двигаться дальше. У меня на самом деле задумок очень и очень много. Я даже не знаю в какой последовательности начинать их исполнять. Хочется кое о каких рассказать вам в этом видео. И мы с вами может быть даже решим в комментариях, что более будет предпочтительно. То есть я увижу вашу реакцию по комментариям и мне будет более понятно, что интересно вам. Потому что лично мне всё, что связано с турбореактивной тягой, интересно абсолютно всё. Именно поэтому хочется пообщаться с вами на эту тему, чтобы более-менее определиться, куда двигаться дальше и что делать. Так как движок уже полностью готов, то вполне естественно, что у меня появляются задумки куда-нибудь его поставить. Я ещё не совсем определился. Не знаю, как насчет, например, самолета турбореактивного. Думаю и об этом. Также можно использовать в какой-то автомототехнике. В общем тягу он создаёт и тут уже фантазия безграничная. Я вам не буду, друзья, всех открывать своих секретов. Ну чтобы, так сказать, часть интриги осталась. Просто пообщаемся, попытаемся определиться, что же делать дальше. Вот здесь у меня стоит импеллер. Это очень мощный импеллер. Он примерно тягу имеет 8 килограмм в статике. То есть в полёте тяга уменьшается, в отличие от ТРД. И он здесь стоит не случайно, потому что тоже есть задумки и на него. К примеру, как вам такая идея сделать вот нечто подобное? Вообще-то этот импеллер большеват для такого двигателя. Но задумка следующая. Можно сделать дополнительный вдув воздуха, чтобы двигатель так сильно не раскалялся и на входе в компрессор хватало воздуха, чтобы его сжимать в дальнейшем. И выходила более мощная струя пламени из сопла. Можно применить более маленький импеллер. А этот импеллер я заготовил на ещё один очень интересный и тоже реактивный с пламенем проект. Самым слабым звеном на данный момент в этом двигателе является крыльчатка компрессора, потому что она не позволяет много воздуха, большой расход воздуха создавать на высоких оборотах. То есть до 80 тысяч она работает нормально. Далее уже вот эта часть начинает сильно греться. Воздуха для охлаждения не хватает. Ну а как вы видели, пламя не вырывается. То есть всё прекрасно внутри здесь сгорает, всё работает. Можно поставить дополнительный импеллер и вдувать сюда воздух. Может быть даже он будет немножко помогать раскручивать на начальном этапе. Хотя мне эта идея не очень нравится, потому что понравилось электрическим двигателем разгонять. Таким образом, как мне кажется, можно значительно поднять мощность и тягу этого движка. Но добавится импеллер, аккумулятор и всё с этим связанное. Но так как мы, друзья, здесь в принципе экспериментируем, большинство своих вещей я делаю без какой-то там цели, например, заработать на этом деньги, начинать продавать это мне вот почему-то. Постоянно приходят письма, чтобы я начал что-то делать, что-то продавать. Но мне это неинтересно. Я вот один раз сделал и у меня уже сфера интересов смещается в другое русло. Так что даже и не знаю я, что с этим делать. Далее, друзья, здесь лежит вот такая интересная труба, на которой написано Toyota. Я её нашел на металлоломе. Ну и вот вы посмотрите, какая интересная прелесть получается. Многие из вас очень много писали мне в комментариях про форсажную камеру. Это именно задумка в эту сторону. Я думаю, интриги бы тут и так не было бы, если бы я сделал её неожиданно. Поэтому могу показать, какая у меня на данный момент задумка. Но хотя лично мне хотелось бы сделать её полностью самостоятельно. Я ещё, честно говоря, на сто процентов конструкции не разобрался, что как-то мало информации, как они делаются, как что. Ну я думаю, это вещь не настолько сложная, как турбореактивные двигатели. Или можно будет их победить. И что самое главное, здесь наконец-таки должно будет появиться очень красивое пламя. Жёлтое или синее. Конечно, синее хотелось бы получить, чтобы смесь идеально сгорала полностью. Вот. Ну и дополнительные килограммы тяги, которые можно будет использовать. В общем, можно будет наворачивать этот двигатель дальше. Вы видите, уже было две задумки здесь вам объявлено. А потом уже думать, куда его поставить. Можно в таком виде начинать думать, куда его поставить. Но это уже думы такие, которые я и сам ещё не знаю, что да как. Далее из интересного, вы будете смеяться, но мне вот очень хочется сделать пластиковый прозрачный корпус для него. Сделать хотя бы времянку какую-то, чтобы запустить его до оборотов, ну допустим, холостого хода до 30-40-50 тысяч. И посмотреть, как работает камера сгорания. Возможно, это мне поможет даже для усовершенствования её. Может что-то можно подогнуть, может где-то не горит или наоборот слишком рано загорается. То есть одна из задумок сделать прозрачный пластиковый корпус. Ну а вот эту часть, естественно, стальную сделать. Потому что здесь примерно до вот этого момента двигатель не греется. Здесь проходит воздух. И пока идёт проход до отверстий, здесь примерно крупные отверстия расположены, вот эта часть охлаждается. Здесь уже, конечно, карман. И за счёт температуры задней части, именно по теплопроводности, доходит температура до сюда. В общем, такая задумка сделать либо окошечко какое-то, либо сделать уже полностью прозрачный пластиковый корпус. У меня даже есть кусок оргстекла большого диаметра. Можно даже точить из него. Но это, опять же, одна из таких задумок. Далее есть ещё один очень интересный проектик в голове. Опять же, связанный... Уже сто процентов связанный с этим импеллером. Весьма мощным, весьма диким. То есть можно попытаться сделать сюда камеру сгорания. Это всё как бы особо практических целей, я думаю, не будет иметь, не будет нести. Хотя дополнительную тягу, скорее всего, будет создавать. В общем, сделать жаровую трубу по типу, как в реактивном двигателе. И сжигать там топливо. А в качестве окислителя будет кислород, накачанный самим импеллером. Импеллер просто зверь, он очень дико качает. Его нужно, конечно, подвосстановить для начала. Но это, в принципе, не так-то и сложно. Так что вот ещё вам одна задумка моя. Будем думать, что с этим делать дальше. Ещё есть у меня одна маленькая мечта. Я неоднократно читал, что чем меньше двигатель реактивный, тем сложнее его создать. У меня получилось создать с первого раза без всяких расчетов каких-то сложных. То есть у меня расчеты были по наитию, по логике вещей. Я переделывал со стандартного двигателя KG66 на радиальные крыльчатки. Там осевая здесь. У меня обе радиальные. Крыльчатки эти, друзья, с металлолома, с камазовского турбонаддува. Здесь ещё и кривой вал. Его балансировать отказались в сервисе. Мне удалось балансировать, что до 91 тысячи вибраций. Ну, по крайней мере, вручную не ощущается. Так вот, теперь у меня есть мечта сделать совсем маленький движок реактивный. Например, на базе вот таких крыльчаток. Обратите внимание, насколько это дело будет меньше. Но хотелось бы, конечно, ещё меньше найти и сделать совсем миниатюрный двигатель. Микроджет, так сказать. Также можно заморочиться сделать гигантский двигатель. Есть вот такой подарок от подписчика. Но опять же, тут есть ряд существенных проблем у меня. Потому что вот эта турбина сгоревшая. А уже хочется делать какие-то действительно практичные вещи. Потому что двигатель уже не первый будет. Хотя именно если микроджет делать миниатюрный, то я согласен и не на практичный. Лишь бы он хоть как-то работал. Это будет просто прикольная такая демонстрационная модель. Но вот большой вот такой, я думаю, он бы уже килограмм 70, 100 бы тяги мог бы выдавать. Но, к сожалению, крыльчатка здесь не совсем хорошая. Поэтому этот проект скорее всего в долгий ящик откладывается на очень-очень долгий срок. Друзья, я поделился своими задумками с вами. Теперь жду обсуждений в комментариях, чтобы расставить приоритеты. Потому что лично мне все из вышеперечисленного хочется сделать. Ну как вы понимаете, например один какой-нибудь микродвигатель, например микроджет, может занять опять же те же 2-3-4 месяца работы. Но самое-то главное, что вам не придется теперь переживать, что закончится турбореактивная эра на моем канале. По-моему, все только начинается. В общем, кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайками. Иду ваших комментариев, что вы думаете обо всем этом. Ну а у меня на этом все. Всех благодарю за внимание и всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова